Мы начинаем нашу пресс-конференцию, в рамках которой вы получите информацию о ситуации, которая выливается вокруг крупных предприятий ТДСК и ЭЛТОР. Наш сегодняшний префинг посвящен важной теме для Тверской области, положению дел и ситуации на двух крупнейших предприятиях, Тверской домостоятельный комбинат и ЭЛТОР. Вы знаете, что, как правило, региональная власть не вправе вмешиваться в деятельность хозяйственных субъектов, если касается вопроса банкротства, это связано с законодательством Российской Федерации, но когда речь идет о социально значимых предприятиях региона, особенно если эти предприятия, на которых работает большое количество людей, то здесь мы не можем оставаться в стороне. И мне кажется, те вопросы, которые мы должны решать совместно с арбитражными управляющими, с конкурсными управляющими, должны приносить ожидаемый эффект, и люди должны видеть результат. Хотелось бы сегодня как раз обсудить ту работу, которую мы ведем, рассказать о тех результатах, которые мы уже добились, и которые мы в ближайшее время продолжим реализовывать на практике. Сразу хочу отметить, что существует два юридических лица. Одно юридическое лицо – это ООО «Тверской домостроительный комбинат». Это предприятие старое, которое было объявлено банкротом, и которое непосредственно имеет задолженность перед людьми, 840 человек, перед которым имеет задолженность данное предприятие. И текущая задолженность порядка 60,5 миллионов. Относительно задолженности по зарплате. Вы, наверное, знаете, что в начале лета сменился арбитражный управляющий в ООО «Тверской ДСК». После этого началась достаточно плотная работа с правительством области. Мы оказываем всю юридическую и методологическую поддержку арбитражному управляющему и контролируем процедуры прохождения судебных решений. В настоящий момент уже просужено, есть решение суда на 2,2 миллиона. 18 октября было достаточно знаковое для нас событие. Апелляцию успешно прошло решение по просуживанию 38 миллионов рублей. И теперь арбитражный управляющий имеет право на предъявление к уплате этой суммы должникам Тверского домостроительного комбината. Это достаточно важное событие, поскольку хочу отметить, что где-то в течение года-полутора этой проблемой никто не занимался. Мы подключились и совместно с арбитражным управляющим успешно провели эту процедуру. И я думаю, что теперь есть все основания о взыскании этой суммы. С того предприятия должника оно реальное, действующее. У нас есть все основания полагать, что в ближайшее время эту сумму есть возможность взыскать. На сегодняшний момент уже выплачено гражданам полтора миллиона рублей, которые пришли по исполнительным листам по принятым судебным решениям. И, как я уже сказал выше, почти практически на 40 миллионов есть на руках у арбитражного управляющего исполнительные листы по просуженным долгам. Вы знаете, что в течение долгого времени также ситуация на заводе не решалась. И достаточно большая работа была проведена в переговорах со Сбербанком, который является основным кредитором завода «Элтор», находящегося в процедуре банкротства. После проведения этих переговоров была достигнута договоренность о приобретении имущества завода «Элтор» компанией под контрольное правительство области. В течение года ни один из торгов по «Элтору» не состоялся. Однако, путем, как я уже сказал, проведения переговоров со Сбербанком 12 октября мы завершили процедуру торгов и единственным участником торгов стала инженерно-инвестиционная компания, компания, стопроцентно принадлежащая правительству области, занимающаяся развитием инфраструктуры. В частности, одним из проектов, который она ведет в настоящий момент, это развитие инфраструктуры на индустриальном парке Раслова, где находится компания «Хитачи строит завод». Таким образом, путем данных торгов мы берем под контроль полностью ситуацию с заводом «Элтор». Из тех денег, которые Сбербанк получит по реализованным имуществам, 20% уже пойдет на погашение зарплаты. Мы ожидаем это в конце сентября, в конце ноября, начале декабря. По сути, сегодня предприятие находится в очень активной стадии восстановления, как мы обещали губернатору правительства области. В ноябре предприятие начнет работу, начнется выпуска продукции, пойдет отгрузка первых панелей в Московскую область, в Солнечногорский район. Сегодня по ситуации можно сказать, что нет фактически ни одной сферы деятельности предприятия, ни одного маломальски значимого элемента в жизни предприятия, которые бы не затронуты были модернизацией. То есть отмодернизировано практически все, в большей или меньшей степени проведены значительные финансовые вливания. Сегодня уже можно сказать, что объем инвестиций приближается к 100 миллионам рублей, то есть достаточно, в общем-то, уже большое количество денег инвестировано, вложили в предприятие, полностью заменен автотранспорт, компрессорное оборудование, проведены закупки иностранных кассетных установок компании ЧМФ, и в эту пятницу мы уже принимаем первые кассетные установки в Италии, и они готовятся к отгрузке в Тверь. И хотелось бы отметить, что самое, наверное, главное, то, что удалось создать заново, возродить, в общем-то, коллектив, собрать большинство старых работников, которые работали на заводе, в общем-то, людей, которые обладают недвижимым опытом, и то, как мы сегодня наладили процесс, меня крайне удовлетворяет. Я хочу сказать, что на новом предприятии, как бы тяжело не было, очень большая забота о людях, то есть и ремонт бытовых помещений, очень большое внимание уделяется этому, и практически уже бытовые помещения, те, которые были и которые новые, отремонтированы. Заменена полностью и столярка, и сантехника, то есть я считаю, что люди, которые работали на бывшем предприятии и вернулись, и еще которые ждут очень много, действительно ждут людей, звонков, они оценят вот тот вклад, который делает новое руководство. Также и спецодежда, то есть все, что необходимо для работников, потому что мы понимаем, что запустив тепло, сейчас мы, как бы, можем не в полную силу, и поэтому действительно надо и утеплять людей, чтобы они чувствовали себя комфортно, и будет, конечно, производительность, влиять на производительность, потому что нам нужно расти. Самое главное, что люди поверили в то, что комбинат возрождается, не просто возрождается, а встает на ноги. Легкие комбинаты уже работают, компрессорные новые запущены. Сейчас самое главное, зима подходит, тепло. Чем активно сейчас занимаемся? Думаю, 1 ноября. Первые продукции завод заработает по-настоящему.